Здравствуйте, меня зовут Андрей Дриер, это программа «Коммунальный патруль» и смотрите в этом выпуске. 15 сантиметров над уровнем пола. В бывшем общежитии боятся провалиться в подвал. В асфальт закатаем. Почему дом в центре города превращается в болото из-за новых покрытий? Что такое общественная приемная ЖКХ-контроль и работает ли бесплатная юрпомощь? Мы в программе «Коммунальный патруль» очень часто сталкиваемся с общежитиями, которые превращаются в многоквартирные дома, и по опыту можно сказать, это не лучший вариант для жизни. В этом многоквартирном доме, про который мы расскажем сейчас, проблем очень много. Главное из них – жители боятся уйти в подвал, там проваливается пол. Здесь, ну, конечно, я даже просто боюсь заходить. Грибок, ржавые трубы, трещины, дыры в полу, мусор – все это подвал одного дома на улице 40 лет Октября. Управляющая компания, по словам жильцов, текущий ремонт не проводит, а на собственников не реагирует. Когда мы делаем заявки конкретно, где-то утечка, где-то замыкание проводки, управляющая компания, она на наши заявки не реагирует, жильцами она не работает. Это до тех пор, пока мы не обращаемся в администрацию нашего Октябрьского ремонта, диспетчеру. Только тогда начинается какое-то движение. Движение сотрудников управляющей компании ни к чему не приводит. Работы проводятся точечно, а все системы требуют капитального ремонта. Плюс жители сами себе дворники. Сантехники, видите, что это делают? Это постоянно так. Мы вычистили все, как бы освободили, но наши сантехники, извините. Здесь цензура. В действиях сантехников и управляющей компании жители видят причины более серьезных разрушений. Дело в том, что сантехники систематически сливали все это в подвал, все это идет под дом. И, соответственно, началось разрушение дома. Мы просили сделать управляющую компанию экспертизу фундамента. Дело никаких не движется. Мы тоже обратились уже к другим, через депутатов обращение было. Приезжал представитель краевой жилищной инспекции. Дом на грани. Жители уверяют, что из-за частых затоплений стены отсыревают. Местами дают трещину и даже начинают разрушаться. Последствия серьезные. Многие боятся, что в подвале рухнет потолок. Вот смотрите, у нас провалился первый в подъезде, там бетонный пол. Где-то на 15-17 сантиметров. Вот здесь уже начинается просто оседает, он оседает. Там его тоже видно. Вот в первой квартире там вообще, как бы, знаете, стена бы не упала. Пол просел в подъезде и нескольких квартирах. Вот мы замеряем уровень. А власти пока не присвоили дом статус аварийного. Но жители не забывают и о других проблемах. Их сложно не заметить. Вот в таком состоянии подъезд. В феврале месяце вот все ободрались. В феврале месяце у нас два подъезда в таком состоянии. Они почистили, видимо, полагая, что будет ремонт какой-то? Да, да, да. Мы тоже просили. В течение 20 лет, я говорю, как бы, косметический ремонт, он, как бы, по закону, как бы, должен через каждые 5 лет. Но дело в том, что управляющая компания план работы никакой не составляет, которые должны быть на весну, какие-то мероприятия, на осень что-то должны сделать. С жильцами они не работают на контакт с советом дома, они конкретно не идут. Дом – бывшее общежитие закрытого комбината химволокна. Многие оформили на себя квартиры, которые, конечно, не предусмотрены для семейной жизни. Вот мы как вот там сотрудники раньше работали, так вот здесь и остались. Не успели, как бы, квартиры получить и все на свете. Как бы передали городу и все. У нас было в идеальном, у нас самое было хорошее общежитие. Можно было ходить в белых носках. Теперь ходить по дому стоит аккуратнее, как бы не разрушился. Администрация города обещает провести капитальный ремонт. Правда, не скоро. Сообщаем, что краевой программой капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Алтайского края на 2014-2043 годы, работы по капитальному ремонту фасада предусмотрены на 2032-2034 годы. Хотя фасад здесь и нуждается в капитальном ремонте, для этого дома это всего лишь латание дыр. А на какие средства жители будут делать капитальный ремонт всего дома? Пока не ясно. А подвальные окна многоквартирных домов тоже должны дышать. И в том доме, про который расскажем сейчас, их просто закатали в асфальт. Это обратная сторона медали – обновление дорожного покрытия. Пролетарская 55. Дом, который уже становился героем нашей программы. Тогда вся беда была в крыше. Крышу отремонтировали. Новая проблема появилась, как ни странно, после ремонта дороги. Она действительно была очень сильно разбита. И сняли слой асфальта. И, соответственно, сняли вот это вот все, даже здесь, который был бордюрчик. И были дожди, и вода отсюда прям заливалась. Бордюр уже сняли. Заливалась. Довольно длительное время не делали, поэтому вода заливалась. В профильном комитете сказали, что если дорогу сделали плохо, то жители могут обращаться с проблемами. Юрий Григорьевич, неравнодушный житель, не стал мириться с тем, что вся вода заливается во двор дома. И захотел вернуть бордюр. Но диалога с чиновниками не получилось. Ну, он выслушал. Да, надо сделать проверку, организовать все. Записал мой телефон. И на этом все. А вот пошел еще, когда в следующий раз, он вообще даже меня не узнал. И то, что... Я говорю, вы уже мой телефон записывали. Он даже не вспомнил. Ну вот. Говорю, ну если вы так не хотите, я тогда официально обращусь. Я написал заявление в администрацию города Борнового. Ответ пока не пришел. А самая главная проблема этого дома, по словам самих жителей, в том, что расположен он по склону. Если десятилетия назад все было проще, то теперь из-за огромного количества новостроек и тотального асфальтирования вся вода идет именно к их дому. Пока этого дома еще не было, еще более-менее, потому что здесь частный сектор был, воды столько не было. А тут и с него стекает, и все. И вот видите, как они закатали. Что все, она прям сюда вот вся. И вся вот эта вода, которая скапливается, она, естественно, в нашу сторону льется. Кроме того, жильцы считают, что на крыше соседнего дома стоит бассейн, воду с которого прямо через эту трубу сливают на улицу. Фотографии от спутников дают разную информацию. Здесь бассейна нет, а здесь что-то похожее. Но это не главная беда. Когда около дома положили тротуар под асфальт, укатали подвальные окна. Это противоречит нормативам. Конструкция подвала в любом случае должна предусматривать определенные продухи. Вопрос не только к тому, как именно подрядчик осуществлял свои обязанности по ремонту асфальта и закатал окна, но и к тому, кто принимал эти работы. Данные же работы ведь посписывались через акт приемки работ. И почему же не возникло вопросов? Этот вопрос надо задать, получается, либо администрация города, либо иным проверяющим органам. Теперь жильцы ждут ответа от администрации города. Весной вся вода снова пойдет к ним. Только идеал установить бордюр и открыть подвальное окно для вентиляции. Для полного счастья жителям этого дома останется только дожидаться ремонта фасада. Мы в программе «Коммунальный патруль» не только выезжаем на место, а рассказываем о ваших проблемах, но обращаемся к юристам, чтобы вы знали, куда можно обратиться и как самим себе правильно юридически помочь. Но мы такие не одни. Существуют еще и другие государственные организации, которые бесплатно вам могут помочь. Про одну из таких сейчас расскажем. Глядя на Ирину, тяжело поверить, что она владелец майнинг-фермы. Вот только долг за электроэнергию ей пришел, как профессиональному охотнику за биткоинами. 12 тысяч рублей. Выяснила случайно, когда переоформляла на себя вторую часть дома. Площадь она получила в наследство от мамы. Выходит, именно ее мама-пенсионерка, как говорят, нажгла. Мама жила одна. То есть это маломобильная женщина, возрастная, ходила с ходунками. Электроприборов с большим потреблением, с большой мощностью у нее не было. То есть, ну что, телевизор банально. Телевизор, холодильник и несколько лампочек Ильича. При этом мама Ирины даже переплачивала. Это по информации системы «Город». Так что нежданный долг показался вдвойне несправедливым. Ирина обратилась за помощью в общественную приемную ЖКХ «Контроль». Суд первой инстанции никаких доводов не принял. Играл за Барновольскую гор-электросеть. Но в овертайме апелляции финальную шайбу забросил юрист общественной приемной. Выписка из лицевого счета обнаружила нестыковки. Гражданки. 100 тысяч киловатт за один месяц начислено. То есть это более 300 тысяч рублей. Разово на месяц в лицевом счете было отражено. А как вы понимаете, это полдома, обычного одноэтажного дома, с несколькими розетками, с обычной потребительской мощностью. А это по сути производственные масштабы. Ирина сохранила все квитанции за долгие годы. Это помогло юристам. И наоборот, Ирину выручила общественная приемная ЖКХ «Контроль». Государственная организация, в которой помогают бесплатно и принимают с любыми коммунальными проблемами. Есть горячая линия. И если вот такому дому начисляют коммунальный платеж, как нескольким заводским цехам, звоните и просите помощи. А если в общественной приемной ЖКХ «Контроль» вам по какой-то причине не помогли, помните, есть еще и наша программа. Обращайтесь к нам, мы хотя бы расскажем о вашей проблеме. О ней узнают все. А пока до следующего вторника. Редактор субтитров А.Семкин